Девочки, у нас начался активный сезон подготовки к пляжному сезону. А еще у нас прибавилось очень много новичков. Поэтому расскажу вам, с чего начинать курс в персике. Я и все мастера рекомендуют начинать с лимфодренажных массажей. В идеале сделать минимум один, но желательно два-три лимфодренажных массажа. Почему? Потому что сначала нам нужно вывести всю лишнюю жидкость из организма, снять отеки, и тем самым мы подготовим кожу к более агрессивным воздействиям. Так же, как я сейчас показываю, что хожу на медовый массаж. И на самом деле в идеале медовый тоже начинать после лимфодренажного массажа. Особенно это касается тех, у кого светлая, нежная и тонкая кожа. Да, конечно, девочки, которые, например, как у меня, кожа достаточно смуглая, у меня долго держится загар, кожа у меня плотная, я могу пойти и сразу сделать медовый массаж. Но если у вас светлая и тонкая кожа, ни в коем случае не нужно так делать. Сделайте сначала пару лимфодренажных массажей, потом пойдите на медовый. Не нужно торопиться. Также еще девочки меня часто спрашивают, а какой массаж лучше от целлюлита. Антицеллюлитный, медовый, солевой, либо лимфодренажный. На самом деле не нужно выбирать один из этих видов. Нужно чередовать. В идеале схема такая. Делаем пару массажей лимфодренажных. Потом делаем антицеллюлитный массаж. Потом на четвертый визит можно сделать медовый массаж. Потому что, объясню почему. Значит, первые два мы делаем лимфодренажных. Это вывод лишней жидкости. Третий уже делаем антицеллюлитный, так как наша кожа подготовлена. Четвертый массаж делаем медовый, так как он тоже, естественно, и от целлюлита избавляет. Но самая главная фишка медового массажа – подтяжка кожи. Потом можем опять сделать антицеллюлитный массаж. Потом можно сделать солевой массаж. Солевой массаж, он также выводит лишнюю жидкость, подтягивает кожу, еще и снимает весь негатив и стресс. Кстати, можно курс начать с солевого массажа. Не обязательно с лимфодренажного, потому что по смыслу они одинаковы. Но плюс у вас есть такой бонус, как соль. А соль обладает своими полезными свойствами. Поэтому в идеале просто вы чередуете, миксуете и все. Следующий популярный вопрос – как часто нужно ходить на массаж? Схема обычно такая – через день, через два, либо три раза в неделю, но не реже. Если вдруг у вас нет возможности ходить три раза в неделю на массаж в салон, то ходите два раза и один раз делайте себе самомассаж. У меня есть бесплатное видео на странице и по медовому массажу, и по баночному. Имейте в виду, от антицеллюлитного массажа у вас могут быть синяки. Но и не нужно этого пугаться. Это нормально в начале курса. Потому что если у вас не будет синяков, значит у вас будет какой-то супер лайтовый массаж. От этого массажа вы, естественно, не похудеете. Есть типы кожи, которые подвержены синякам. Чем ваша кожа белее, чем она тоньше, тем больше вероятности, что у вас будет синяк. Ну, скорее всего, вы это и так знаете, потому что часто девочки сами говорят, ну, мы можем буквально чуть-чуть где-то стукнуться, у нас синяк. На самом деле не нужно их пугаться. И самое главное, не нужно останавливать свой курс. Потому что если вы, ну, допустим, у вас синяк, и вы такие, о, я не буду ходить неделю на массаж, то получается все, что вы начали, вы, получается, бросили. Нет, ни в коем случае. Максимум сделайте пару дней перерыва. В эти дни обязательно машите себя бодягой гелем, стоит он 100 рублей в аптеке. И придите на массаж и сделайте себе солевой массаж, лимфодренажный. И тем самым вы запустите процесс кровообращения, и ваши синяки, наоборот, быстрее пройдут. Итак, подытожим. Ходить нужно на массаж через день, если у вас более плотная кожа. Можно через два, если она у вас более тонкая и светлая. Можно ходить по графику три раза в неделю, но не реже. Если вы будете ходить два раза в неделю, то у вас не будет необходимого эффекта. В начале, вот когда вы делаете первые десять раз массажа, нужно делать это в интенсиве. И еще раз напоминаю, что если вы не можете ходить три раза в салон, пожалуйста, ходите два раза и делайте себе третий раз дома медовый массаж. Просто разница в чем? На самом деле ни в чем. Точнее, разница в том, что здесь вы лежите на столе, а там вам нужно будет делать самой. Но, как говорится, те, кто ленятся, не получают красивую фигуру. Давайте я вам расскажу, какие виды массажа есть в персике. Начну с лимфодренажного. Почему? Потому что вышла с него и начинаю в девочке свой курс. Лимфодренажный массаж нужен для того, чтобы вывести лишнюю жидкость из организма, снять отеки, подтянуть кожу и подготовить кожу к более жестким массажам, таким как антицеллюлитный. После того, как вы сделали несколько лимфодренажных массажей, вы переходите к антицеллюлитному массажу. Антицеллюлитный массаж, он уже более жесткий. Он нужен для того, чтобы убрать ушки наши, избавиться от лишнего веса, избавиться от целлюлита, подтянуть кожу. После антицеллюлитного массажа девочки продолжают свой курс медовым массажем. Медовый массаж, он очень классно подтягивает кожу. И он не только, естественно, подтягивает, естественно, он также служит для того, чтобы избавиться от лишнего веса и от целлюлита в том числе. Но просто главная его фишка, это именно подтяжка, подтягивание дряблой кожи. Можно подтягивать на руках, на ногах, на животе, то есть абсолютно все тело. Бонусом вы еще получаете гладкую кожу. Почему? Потому что мед, к нему приклеиваются все наши старые мертвые клеточки, и ваша кожа очищается и обновляется. И еще, естественно, мед во время медового массажа, он проникает в ваши поры, кожу вашу питает различными микро- и макроэлементами. Я лично большой фанат медового массажа. Я его очень люблю. Особенно этот массаж советую девочкам худеньким. Почему? Потому что, предположим, если я сделаю сегодня себе медовый массаж, потом через сутки, не надо сразу бежать из зеркала смотреть, надо, конечно, организму дать время, чтобы ваша кожа потянулась. Но, еще раз говорю, если я сейчас сделаю себе медовый массаж, и через сутки посмотрю в зеркаль, я увижу реально, как моя попа потянулась. И я это увижу, так сказать, невооруженным взглядом. Еще у нас есть солевой массаж. Он относится к классу массажа по коррекции фигуры. Прошу не путать с скрабированием тела. Многие девочки почему-то думают, что солевой массаж, раз их маслом с солью вот так натирают, что это скраб. Нет. Солевой массаж, он похож на лимфодренажный. То есть делаются также лимфодренажные движения, используется лимфодренажная техника. Но, помимо масла, еще делают такую кашицу, масло с солью. И вот этой каши делают солевой массаж. Он очень хорошо подтягивает кожу, естественно, в том числе. Выводит лишнюю жидкость, снимает отеки. И, естественно, когда все это происходит, то у вас уменьшается видимость вашего целлюлита. А еще солевой массаж очень классно снимает стресс и весь негатив. Потому что соль обладает вот такими целительными свойствами. Поэтому на солевой массаж можно ходить даже новичка на свой первый визит. Также на солевой массаж можно ходить иногда, хоть раз в месяц. Если вы чувствуете, что хотите обновиться, отдохнуть, снять стресс. Если вы чувствуете какой-то негатив в себе, можете спокойно сходить хоть раз в год на солевой массаж. Естественно, у нас есть еще общий массаж тела, массаж спины, шейно-воротниковой зоны. Вообще у меня концепция такая. Когда вы приходите на массаж, у вас есть 55 минут. Вы можете мастеру сказать, ну вот как я обычно делаю, да. Я люблю минут 20 поделать спину. Остальное время распределить, к примеру, на какие-то там свои проблемные места. На ушки, на попу, на животик. Еще у нас в персике есть массаж лица. Естественно, массаж лица делают не все мастера, поэтому обязательно посмотрите. Прежде чем записаться, на нашем сайте есть кнопочка «Массаж лица». Вот на нее нажимаете, и там выскакивает полный список, какие мастера, в каких студиях делают именно лицо. У нас все, кто в этом списке, означает, что мастера уже с большим опытом. Они знают лимфодренажный массаж лица, классический массаж лица и скульптурный. Естественно, разные мастера еще знают дополнительные разновидности массажей, но я предпочитаю вот эти три базовых. На самом деле их вполне достаточно, остальное это просто разновидности техник. Массаж лица идет 50 минут. Сначала вам делают демакияж, снимают остатки косметики, загрязнение кожи. Потом на специальном масле для лица, специальном, делают сам массаж лица. Также делаются зоны декольте, шейно-воротниковые и верхняя часть спины. Это нужно обязательно делать, потому что если вы делаете только массаж лица, но не прорабатываете вот эту зону, то, естественно, кровообращение к лицу вам будет намного хуже поступать. И потом в конце, ну я, например, лично вообще люблю с маслом уйти, чтобы кожа была более сухая, либо наносим специальный финишный гель. Еще немного расскажу про антицеллюлитный массаж. Мастера делают антицеллюлитный массаж руками, но в то же время они используют различные приспособления. Бамбуковые палочки, силиконовые щеточки, вакуумные баночки. Вы можете мастеру сказать, если вы не хотите, чтобы ваш массаж проходил при помощи вот этих приспособлений, можете попросить мастера делать только руками. Это совершенно нормально считается, мастер на это не обидится, потому что клиент имеет право получить то, что он хочет. Также мастер кому-то может не делать сам, предположим, вакуумными банками, если у кого-то много сеток, либо какая-то предрасположенность есть к этому. Еще, кстати, не забываем, когда вы идете на антицеллюлитный массаж, у нас есть определенные противопоказания. Самое главное это варикоз. Но опять же, нужно, чтобы не вы сами себе поставили этот диагноз варикоз, потому что я часто у девочек спрашиваю, говорю, вы сами себе его поставили? Они говорят, да. Это немножко некорректно. Нужно сходить к врачу, к флебологу, сделать УЗИ, и уже врач вам должен сказать, есть у вас варикоз или нет. И опять же, если он сказал, что есть, и вам нельзя ходить на антицеллюлитный массаж, то, естественно, и не нужно на него ходить. И еще пару важных рекомендаций от меня. Чтобы ваш массаж прошел максимально для вас классно, нужно не молчать во время массажа. То есть нужно мастеру помогать, сказать, хотите ли вы сильнее, хотите ли вы слабее, какие зоны вы хотите. Также, ну, предположим, не знаю, если мастер про какую-то зону забыл, да, все-таки не нужно к мастерам относиться как к роботу. Нужно всегда помочь. Там, а вот вы, не знаю, забыли, предположим, сделать живот, а я его просила. Я говорю утрированно, да, но может все произойти. Также классно, когда вы мастером немножко управляете. Ну, вот как я. Например, мне сделали 15 минут массажа шеи, шейно-воротниковой зоны, но я чувствую, что мне недостаточно. Я могу сказать, давайте еще поделаем минут 10. Поэтому, если вы будете молчать, то мастер будет думать, что все окей. А вы потом будете писать мне, что было что-то не окей. Поэтому нужно все эти вопросы регулировать на месте. Так же, как музыка, да, потому что, естественно, на всех не угодишь. Кто-то хочет под попсом, чтобы, не знаю, массаж делали, кто-то под спокойного. Поэтому, если вы пришли, и вас напрягает музыка, да, скажите мастеру. Мастер всегда может радио другой включить, флешку другой включить. Ну, то есть, нет по факту вопросов нерешаемых. Еще не забываем, если вы опоздали на массаж, то ваш массаж сокращается. Почему? Потому что дальше идут девочки одна за одной. Так как, не будем забывать, у нас все-таки низкая стоимость массажа. Ну, то есть, антиселитный массаж у нас стоит полторы тысячи категории мастера, две тысячи категории топ-мастер. Это, на самом деле, цена ниже, чем многие мастера на дому принимают. Поэтому такая цена за счет большого потока. И также у нас есть время определенное, чтобы успеть переодеться. К примеру, в 55 минут ваш массаж заканчивается. Небольшая просьба за 5 минут быстренько переодеться. Если уже вам нужно что-то там подправить, да, всегда это можно сделать в зоне ожидания, либо в дамской комнате. Ну, в общем, я вас призываю друг от други думать. А то бывают некоторые девочки, но без пяти закончился массаж, они могут 10 минут там по телефону болтать, копаться, переодеваться. Потом другая девочка начинает нервничать, ждать, да, и потом вот так весь день едет. Все-таки давайте друг от други думать. Продолжение следует... Продолжение следует...